доброе утро мои хорошие всем огромный пламя нитальянский чао я с утра пораньше иду огород поливать смотрите у нас еще 8 утра нет уже такая жара пекло окуните меня в воду пожалуйста так я вчера целый день не с утра не утром не вечером не поливала огород а вчера такое пекло было тоже мне вчера вечером некогда было я вчера смотрела уругвай португалия не знаю честно говоря за кого болела но мне вообще интересно было смотреть этот матч не могла его не пропустить ладно пойдем польем смотрите никого вообще тишина спокойствие тоска зеленая а там далеке там бегун бегу бежит бегун как там бабуля интересно ну скорее всего она еще спит в это время так что уже завтра я приду к ней работать и узнать как там у нее дела ну вот 15-20 минут и огород полит еще и цветочек домой несу новые в этот раз я уже выбрала не розовый а более фиолетовый смотрите снова у нас не одного облачка снова у нас пекло будет катя предлагает поехать на другое озеро сейчас согласуюсь а если согласуюсь а то поедем сегодня а с утра я буду делать блинчики для криспелли это северо-итальянское блюдо сырное криспелли сырное блюдо криспелли там надо сыры и блинчики я взяла с детства сейчас с утра будут делать блинчики так все я уже дома я уже блинчики жарю посмотрите у нас наступила такая пора вот я вот 15-20 минут как поливала огород у бабули уже была вся мокрая я сейчас пожарю блинчики и буду снова вся мокрая а вчера вечером я сидел ничего не делала только смотрела матч футбольный к стенке главное не прислонялась у меня вся спина была мокрая это такая пора у нас наступила что постоянно мокрая вот поэтому волосы назад постоянно челку вот так вот задела потому что все равно челка падает и она как потеет мокрица становится мокрой и челка не какая-то поэтому лучше назад ее зачесывать пора сейчас такая мокрая можно сказать кавычках жаркая так ну что блины нажарила вот у меня как раз 8 блинчиков получилось как раз на на целое блюдо здесь я порезала так вот такими вот такими пластами широкими моцареллу здесь я натерла два вида сыра один сладкий типа голландского по-моему и ментал и другой обязательно фантина альпийский сыр он такой вот специфический вкус у него альпийский сыр фантина я их смешала сразу вместе чтобы так было мне легче заворачивать вот эти вот два сыра видите так приготовила горгонзолу фу как я ее не люблю но в принципе я ее так просто не ем не люблю а вот именно в криспеле или там пицца 4 сыра или что еще или паста 4 сыра то я могу есть горгонзола где там чуть-чуть только какой-то вкреп привкус чувствовать ну все беру форму и начну слаживать все это представляете сегодня ходила бабуле поливать а бабуля то дома нет она в больнице елки-палки а я не знала я думала она спит еще так рано в такое время суток когда я прихожу поливать она в больнице оказывается только что позвонил ее сын и сказал короче не знаю что будет что будет торчит что тогда будет позвонил мне сказала нею и даже не заикнулся о зарплате что он не должен заплатить месяца прошел она я подожду своего мужа подожду если он я ему написала смс-ку это самое насчет бабули не насчет денег а насчет бабули если у меня не ответит по им потом позвоню и напомню за зарплату в елки-палки что-то за воли и спросила что там доктора говорят что там с бабуля что с твоей мамой да блин ладно я уже глазами сделала у кота тяжеленькая сейчас мне осталось только натереть сыр пармезан я достала что буду 3 тереть тереть и потом только испечь полчаса и готова лаз готов обеду короче может так сказать так можно пообедали у нас поменялись планы мы не поехали на озеро елки-палки с катюши мы поехали в магазин надо мы уже купить новые кроссовки а но не мы не поэтому не поехали мы не поехали потому что у никита сильный кашель ну как нет не частые но сильный вот как глубокий у него кашель из у него еще вчера начался кашель вот сегодня кашлят кашлят я так подумал ладно не поедем в этот раз жалко конечно но в другой раз поедем обязательно короче сейчас мы пообедали все хорошо едем покупать новые кроссовки и я может быть посмотрю для себя тоже для своего вроде какой тут палаточный городок наверное наших убирают чтоб тут всякие не спали ночью сезон настал вот у нас палатки выставили на продажу ой какие собачки так мы приехали спортивный супермаркет сейчас посмотрим уже кроссовки никите кстати тоже посмотрим что закрывать нос под водой плавать и мне посмотрим шортики какие-то для спорта есть кстати все ряды все по секторам вот этот сектор именно для горнолыжных для гор вот ботинки штаны именно для гор там для велосипедов там забега там для плавания вообще все по секторам вот смотрите какая прелесть тренажер вот на каких я занимаюсь вот таких тоже занимаюсь клубы классные по 200 по 300 смотря какой как я вам очки для плавания прилиплены смотрите без ничего без мешков вообще прикольно прилипает чисто классные такие может такая 3 для чего чтоб мерить седло наверное а а тут для футбола у нас сегодня будет матч россии играет поболеем поболеем а если баскетбол можно поиграть сразу мячик проверить так сама уже купили никите купили тоже для нос и мне кстати новый купальник купили по дешевке в спортивном магазине прикольно поехал так погуляем думали сначала приехать в торговый центр поесть йогурт мороженое потом передумали потом мороженое просто а потом передумали лучше не мороженое лучше какой-то коктейль типа молочный попробовать какой-то 7 5 на неделю сейчас выберем что-то добуюсь сейчас мы снова пройдем это нудную дверь и вот пойдем что-то возьмем вот такой вот выбор мороженого так 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 и коларные бомбы тут конечно вкуснейшая локрой калорийный А здесь тортики мороженые продаются. Красивенький такой. Ммм, какая красота. Ммм, лепота. Ммм, вкуснота, наверное. Так, я взяла себе йогурт и кокос. Кокос без сахара было написано. Но вкусно. Такой прикол. Мы сейчас в супермаркете случайно с Катюшкой встретились. Они еще не уехали. Они сейчас искали чипсы. Вот уже взяли и пошли на кассу. Нормально. Не ждали, не гадали, даже не договаривались. Встретились. Если бы чтобы на ужин взять. Тут уже готовое все такое. Или полуготовое. Смотрим. Тут я люблю крабовые палочки брать. Они самые вкусные крабовые палочки. Именно все в апперкопе продают. Не вижу, где они. А вот эти вот. Вот эти. 3,90. Они самые вкусные здесь продают. Карусель, карусель. Та-да-дам-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там. Так, выходом уже идем. Сейчас ночью из нудную перь. Так, мы решили вернуться домой через рисовые поля. Вернее, они уже через рисовые поля. В этом году соевые поля. Смотрите, у нас вот машина полится к нам брает. Смотрите, какая у нас темнота. От жары спасаемся. готовы крест пели они у нас остывали сейчас уже в холодильник положим там уж с собой на работу возьмет завтра а это кому-то так ну что раз мы сегодня никуда не не поехали снова гулять так включаю короче прямой эфир буду смотреть матч и вот что купили можно такие кроссовки прямо такие же как у меня видите вот я в которых занимаюсь спортом они очень легкие очень удобный у мужа мужа первому такие кроссовки купили вот и потом мне он ему они понравились что они легкие они как могут для мужчин так и для женщин тоже и он не ходил 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 потом решил что на работа ему тоже нужны какие-то легкие на те старые оставил для работы купил себе новое чтобы летом ходить очень хорошие легких как говорится дыши дыша ищи дыша ищи так мне новую футболку прикупили для занятий спорта черненькую уже в этот раз вот она такая футболочка вот такая футболочка и тоже черные такие шортики тоже для занятия спорта конечно не видно надо на мне одеть что было видно и смотрите купальник всего 399 были купальники тоже разноцветные но были более розовые и более синие я взяла такой цветастый в принципе вот такой цветастый взяла всего 399 они вот так не так вот так так что с обновкой а и вот никите купили для носа сейчас я буду думать мне надо будет какую-то веревочку прицепить чтобы на шее он вешал чтобы не терялась для носа и вот такие вот плавательные очки тоже новые купили хорошие вот так вот обновочки и